Как я и говорил, это отдельный урок, и добро пожаловать на него, который будет посвящен некому, давайте так, введению в психотерапию или в психогенный фактор заболевания, в так называемые психотипы пациентов. Я даже, с вашего позволения, кликер отложу по причине того, что здесь не будет какого-то отдельного слайда, и я надеюсь, все ваше внимание будет на меня направлено. У нас существует, у нас у человечества на настоящий момент существует достаточно большое количество течений психотерапевтических, течений психиатрических, разных школ и так далее. Моя основная задача вам, медикам, вам, как представителям фитнес-сообщества или массажного дела мастеру, рассказать простым языком, кто перед вами, и каким образом отсепарировать этого пациента или, возможно, перенаправить к какому-то другому специалисту. Потому что вы, ну, к сожалению, не вытащите его, точно так же, как и некоторых подобных пациентов, но не могу вести сам по причине того, что они вот, назовем так, странненькие. Давайте, собственно, поподробнее. На настоящий момент существует огромное количество описательных характеристик психотипов пациента. Я для себя взял и выделил как бы основные три, искренне буду рад, если вы, собственно, тоже будете ими пользоваться. Итак, всего лишь навсего три психотипа пациентов, которые позволят вам, ну, понять, какую технику можно применять, там, есть ли смысл сухие иглы, например, у пациента применять, электромиостимуляцию, есть ли смысл давить и делать миопрессуру у пациента, а может быть, этого пациента просто погладить, я не знаю, там, заняться краниосакральной остеопатией и вообще прям будет то самое, там, селезенка подправится, печень встанет на место и так далее. И пациенту станет легче. Значит, давайте разбираться. Итак, условно, я сейчас называю первый психотип, это некие адекватные пациенты. Как, собственно, они выглядят? По сути своей, это, наверное, большинство, ну, точно 60% наших пациентов, которые приходят, они достаточно расслаблены, либо не расслаблены, потому что у них где-то что-то болит, то есть это их мучает, они в этом все. И, собственно, на вопрос, там, что болит или на любой вопрос, связанный, там, с их заболеванием, они достаточно адекватно могут ответить, что, там, болит колено, как давно, там, тогда-то, что случилось, то-то случилось. Но гипотетически они могут, там, допом добавить, что, там, ой, представляете, я сам не ожидал, что, вот, ну, и дальше, там, будет плюс-минус рассказ про патологию или про получение, там, патологии дисфункции или когда она там началась. Большинство таких пациентов, они, собственно, подпадают, по сути своей, под и хороший язык тела, это первое, более-менее повторяемый, да, и самое главное, что они подпадают под большинство видов лечения, то есть им, что можно объяснить, что, там, допустим, низкоинтенсивный магнит будет уменьшать отек, хотя вроде бы он ничего не будет чувствовать, и вы можете на понятном ему языке, там, неважно, это гуманитарий или математик, да, пациенту объяснить, почему имеет место быть, использование физиотерапии, которую он не чувствует. И точно так же вы этому же пациенту можете объяснить, что ему необходимо сделать, там, допустим, метод сухой иглы, он достаточно болезненный, чего уж говорить, но при этом объясните спокойно, пациент там не будет болеть, дергаться, там, у него не будет сверхвегетативных реакций по поводу, ну, собственно, этих неприятных ощущений при работе с триггерной точкой. Это первый такой профиль пациентов, еще раз, я их условно для себя назвал адекватными. Убрали их за скобки, потому что, ну, с ними неинтересно, они обычные. Второй психотип пациента, это пациенты, которые, собственно, делятся на два такие подтипа. Общий вот этот тип пациента я для себя назвал фразой, которую не я придумал, но она, на мой взгляд, бомбически круто описывает этот психотип пациента. Пациенты этого психотипа называются пациенты «брось меня, сестренка». Выглядят они следующим образом. Я сейчас, надеюсь, меня будет, ну, хорошо видно, особенно мое лицо и позу. Они вот обычно приходят и вот… и все. Ну, то есть, у них все плохо, все, точка. Это вот единственное описание. Или там низкие вибрации, если вы занимаетесь там телесно-ориентированной психотерапией какой-нибудь. Пациенты, у которых либо постоянно умирают родственники, все болит, с детства им не везет, с работы увольняют, спина болит, но это неважно. Ну, я сейчас про вот эти два подтипа расскажу. И, собственно, почему бросит меня сестренка? Потому что зачастую эти пациенты бывают в таком, знаете, синдроме жертвы. То есть, зачастую эти пациенты приходят либо в самом конце, когда, вы знаете, у меня там это болит уже там, ну, зачастую у них очень мало вообще, в принципе, каких-либо невербальных методов общения с вами. То есть, они просто, ну, сидят там, скукожившись, да. И они говорят о том, что, ой, вы знаете, я там 20 лет, это уже болит, но это не самое важное. Мне нужно было поднять ребенка, потому что я одна. Или я ухаживаю за мамой, она там уже давно болеет. Или, ну, и на меня, там, у меня болело-болело, не особо сильно обращал внимания, там, принимал таблетки, мне же важно вот. Вот. Или, ну, там, что болит? Да я не знаю, что, ничего не болит. Мне жена сказала к вам прийти, сама не знаю, что у меня, ничего не болит. Ну, спина, ну что, поболит и пройдет, что мне, жаловаться, что ли, я же мужик. Вот это вот стандартная, да, история. И в данном случае вот существует два, ну, условные вот эти подтипа пациентов. Первый подтип, это классический такой синдром жертвы. Я, может быть, ну, не сильно сведущ, да, в психотерапии, но я как для себя выделил название такой синдром жертвы. Которые зачастую приходят в самом-самом конце, когда уже был разгар заболевания, они промучились, там, энное количество месяцев, там, пропили все, что только можно. Сходили гипотетически на один массаж, который, естественно, не помог. Обвязались поясом для собачьего, от, или к, или поясом с собачью шерстью. Мазались всеми мазями, но им важно, чтобы, ну, их родственнику, который болеет, или их жене, которая страдает, потому что, там, ее уволили с работы, было хорошо. Или, ну, и дальше, там, многоточие этих, там, вариаций тьма этого синдрома жертвы. И зачастую они приходят просто потому, что, ну, их самих уже чуть поддостало, им прям сильно доминанта, да, уже меняется на то, что нужно ухаживать, но им уже трындец плохо. И в этом случае зачастую этих пациентов уже необходимо вести, либо, если этот боль, там, спине отдающего ногу и так далее, уже с нейрохирургом, потому что зачастую они дотянули до того, что консервативное введение их будет, ну, мягко говоря, невозможно. Либо, что с большей долей вероятности необходимо будет делать, вести их уже с хорошим, профессиональным, клиническим, я даже сказал, психологом или психотерапевтом, потому что они все в этом. То есть я вот сейчас даже, можете обратить внимание, рассказывая про них, сам нахожусь вот в этом скукоженном состоянии, потому что зачастую они не могут расслабиться, они не сидят вот так. Они зачастую, вот, ну, вам будут рассказывать про то, что их мучает, но, как бы, это неважно. Это, как бы, первый вариант вот этого пациента «брось меня, сестренка», которые, ну, зачастую, еще раз напомню, они неплохо поддаются структурному воздействию, то есть каким-то техникам, да, структурным, но зачастую эти техники для них будут резко болезненные, то есть даже просто обычное нажатие для них там будет вызывать там бурю эмоций. Это, как бы, первый вариант этого психотипа, там, первая сторона медали. Вторая сторона медали — это история про прислушивание к себе. Это, ну, назовем так, пациентки, при всем моем уважении к женскому полу, это зачастую пациентки, которые прислушиваются к себе, у которых, возможно, был сглаз. Я с уважением отношусь к понятию «сглаз», все такое, без проблем. Возможно, у этой пациентки сестра более долюбленная, и поэтому, как бы, ей не везет по жизни. Это пациенты-невезунчики, давайте так скажем. Плюс пациенты-эзотерики, то есть вот они прислушиваются к себе, они четко понимают, что у них вот на той или иной фазе Луны вот сейчас скоро начнется вот там какое-то заболевание. У них огромное количество там псориатических, скажем так, проявлений, потому что это хоть и не доказанный, там, рандомизированный двойными слепыми клиническими исследованиями, да, там, факт, но это статистический уже факт, там, признанный очень многими психотерапевтами такими топовыми, да, что различного рода там кожные заболевания достаточно часто являются проявлением, да, психогенного фактора пациента. И, собственно, они там постоянно чешутся, они постоянно от чего-то лечатся. То есть они такие сами в себе, сам себе доктор, такой спасатель от тех проблем, которые они сами себе придумали. И при том они максимально в них, и вот этот тип психотип, подтип второго психотипа пациентов лично я вообще не беру от слова совсем. По одной простой причине, что зачастую, когда ты им проводишь тесты, то есть объективизируешь, максимально объективизируешь состояние, что в этом тесте, прям объясняешь заранее, что в этом и в этом тесте, если бы у вас там была грыжа, я не знаю, головная боль, перелом позвоночника, там, я не знаю, повреждение печени, там, разрыв силы, они чем только не приходят. У вас в этом тесте или в этом тесте, или в этих тестах, или там при симптоме постукивания, да, 300% было бы больно, потому что, ну, такова физиология человека, это не может не болеть при этом тесте, там, я не знаю, повреждение связочного аппарата при растяжении этого связочного аппарата явно будет болеть, но это чертовски логично, даже несведущего человека в медицине. Но у них это не болит. Их начинаешь каким-то образом, там, допустим, отвлекать, у них это, ну, как бы проходит, они не обращают внимания на это, после этого обращаешь внимание этих пациентов на то, что я вас отвлек, у вас перестало это болеть, они все равно возвращаются в эту вот свою болезнь, да, и дальше вам продолжают искренне доказывать, что вы там, ну, не то, что что-то не понимаете, вы не дорабатываете в своей системе диагностики, потому что они лучше знают себя. В этом плане, как бы еще раз повторюсь, я лично, это мой личный опыт, я не навязываю его, но я таких пациентов не беру, то есть я им открыто, я совсем недавно научился это делать, это совесть моя теперь максимально чиста, я им открыто, прям на первом сеансе говорю о том, что есть смысл сначала пройти работу с специалистом по психотерапии, или там с клиническим психологом, который берет эту симптоматику, я объясняю им на том уровне, на котором я, да, знаю, там, основу какой-то психотерапии, на основании чего есть вот этот, скажем так, триггер, зацикливание на себе, и дальше это выбор пациента, потому что я, еще раз повторюсь, искренне говорю о том, что я буду, ну, неэффективен и даже бесполезен, у меня эго от этого точно не страдает, по причине того, что я понимаю, что я ничего не сделал с этим пациентом, и самое печальное, что этих пациентов, даже если у них есть действительно какая-то структурная патология, вы можете вылечить, то есть вы можете, там, пациент, у которого есть боль в плече при отведении, и вот это первично, вот там, допустим, он пришел в 13.05 к вам, да, там, пожаловался, показал это движение, там, все, проблема у него, там, все болит, ничего не помогает и так далее, вы в 13.45 отпускаете его с просьбой перед выходом сделать снова движение, вам пациент говорит о том, что, слушайте, ну, как болело, так и болит, то есть зачастую они даже не осознают, что увеличился объем движения, что им перестало быть больно в этом объеме движения, что им не больно ходить, но у них все равно, там, продолжает, там, болеть спина, при условии, что они идут не шаркающей походкой, там, не... порой они зачастую, кстати говоря, самое забавное, если приходят с костылями или с палочками, они, как бы, эту, ну, палочку забывают, потом возвращаются, говорят, ой, я забыл, у меня же нога болит, и они вот постоянно вот в этом. Отсюда следствие, что вот этот вот второй подтип, точнее, второй подтип, да, второго психотипа пациентов я лично не беру, потому что, еще раз повторюсь, это не для меня пациент, вот, ну, не герой, а не моего романа, я не являюсь психотерапевтом и не хочу решать, скажем так, чужие психологические проблемы, для этого есть специалисты, каждый должен заниматься своим. Это моя рекомендация, моя основная задача была рассказать, что такой психотип, да, существует, тут выбор за вами, тут смотрите сами, одним словом. Да, и, безусловно, на этих пациентов, особенно вот, назовем так, пациенты эзотерики, да, второй психотип, я почему начал говорить про такую ментальную тягу к чему-то паранормальному, парамедицинскому, неисследованному, там, и так далее, на них очень круто будут работать техники, которые изобрели даосские шаманы, которые чувствуются только терапевтом и чувствуются только пациентам, у них возникает ментальная связь. Очень классно на них работают карты Таро, то есть карты Таро лечат их, не спрашивайте, почему карты Таро лечат их. Очень классно работают, ну, там, те, кто меня знают достаточно давно, вы знаете, что я искренне положительно отношусь к остеопатии общемировой и, ну, с большим вопросом к той, которая представлена на территории, как минимум, нашей страны, да, к ее интерпретации. Им очень хорошо помогают крайне сакральные российские остеопаты, которые вот там вот проснутся раньше пациента, самое главное. Очень круто это работает, прям у них там все снимается, все жалобы там, у них там родовые травмы закрываются. Ну, короче, вся вот эта история, это вот про вот этот второй подтип второго психотипа пациентов. Если вы, ну, готовы их брать, готовы, скажем так, экономически выгодно работать с этим пациентом, зачастую пациентка на самом деле, да, пожалуйста, дело, ну, как бы ваше и так далее. Мне, как бы это грубо не звучало, есть чем заняться в жизни, это первое. И второе, ну, так или иначе, пациенты эти будут постоянно вам жаловаться на что-то. Если, ну, вам комфортно быть в этом, ну, велкам. Еще раз повторюсь, я лично таких пациентов не беру. И так это был, ну, второй психотип пациентов. И третий психотип, это пациенты, с которыми я лично обожаю работать, потому что с ними, а, весело, б, про них очень много чего можно рассказать на семинарах, и, ц, они достаточно в хорошем смысле экономически выгодны. Притом они сами это прекрасно осознают, но все равно продолжают к вам ходить, вы зачастую становитесь такими добрыми приятелями, друзьями, все все понимают, но никто ничего не меняет. Это пациенты такие гиперактивные. То есть, зачастую этот пациент, ну, давайте назовем его Иван, условный некий пациент. Таких очень много как раз молодых людей, особенно таких много спортсменов, таких топового уровня, тоже этих можно пациентов разделить как бы на два основные подтипа. Значит, первый подтип пациента, это такой высококлассный спортсмен, или спортсмен высшей квалификации, высшей категории, высших спортивных достижений. Но я сейчас за свой мир могу сказать, там, мир, да, профессионального хоккея, то, с чем я работаю там с 2014 года. Среди хоккеистов огромное количество таких ребят, среди баскетболистов огромное количество таких ребят. Среди футболистов они все, когда их вот так вот задевают, у них как бы ломается колено. Ну, на камеру это как минимум, да, видно, что там у них просто там провал в ноге, при условии, что их там черканули за плечо. Они вот, ну, на камеру просто такие, в реальности, это они больше ко второму психотипу относятся, ну, не суть, не важно. Значит, каким образом вот этот вот гиперактивный пациент выглядит в спорте? Зачастую это мощный такой чувак, по-другому его не опишешь. Или такая, знаете, женщина, я сейчас максимально корректно, дабы на камеру не перебирать, женщина, у которой, ну, если вот чуть-чуть приподнять подол юбки, будет чуть-чуть звенеть, да, между ногами. Наверняка вы слышали этот оборот. Значит, такие кремнии. Они приходят только в том случае, то есть они могут до последнего шутить с вами, там, приходить жалобой, там, на, я не знаю, там, на то, что, ну, забиваются плечи, там, может, там, массажик, иголочки, там, все такое. В спорте обычно они вообще ни на что не жалуются. И, собственно, начинают жаловаться только в случае, если вот они, все, упали на лед, их привозят, там, они стоят на одном коньке, потому что вторая нога уже немного не работает, либо там выгнулась не в ту сторону. Или там держатся за руку, из которой там что-то красное течет. И говорят о том, что, а без боли я дальше погоню. То есть у них зачастую боль, это, ну, такой, некий доп их занятия. Либо, если это такое гражданское население, то они зачастую терпят до последнего, искренне, ну, будучи убеждены, что это, ну, само пройдет, это не самое главное. Самое главное покататься на борде, потому что, ну, я же, слушайте, или вот сейчас там в ближайшее время будет один из марафонов, да, проходить в Москве, московский марафон называется. Ну, вот у меня буквально в этот понедельник были два пациента, один за одним. Оба там друг друга знают. И оба пришли с синдромом расколотой голени, классический синдром расколотой голени, то есть, назовем так, проблема бегуна, такого не начинающего, но плохо следящего за своими функциональными кондикциями, но искренне желающим пробежать там 42 или сколько-то там 40 километров. И, собственно, они пришли с тем, что, док, наступать на ногу не могу, сделай что-нибудь там, затейпируй, там, может, ударочкой, мне просто бежать в марафон. То есть, у них осознание, что они болеют, ну, их нету, ну, есть некая там проблемка, с которой нужно что-то сделать. И в этом плане они, ну, сильно хороши, потому что они максимально нацелены на результат, они 300% будут делать все назначения, которые вы им дадите, они 800% будут ходить там ко всем специалистам, которых назначить, там, они будут делать массаж 10 процедур, 10, 15, 15. Это ж нужно? Нужно. Они будут, скорее всего, выполнять все физиолечение, которое там зачастую им необходимо, потому что зачастую пациенты бывают такие, что как бы там руками что-то по делу, а физио, ну, не до этого у меня там встреча какая-нибудь. Они прям, ну, сильно нацелены на результат. И в этом плане они очень крутые пациенты, мне нравится с ними работать. Но засада в том, что они, еще раз повторюсь, приходят в состояние, когда как бы, ну, в спорте это известный факт, там, завтра на Олимпиаду, но сегодня плечо не поднимается, а как бы, ну, а завтра я там занимаюсь там художественной гимнастикой или еще чем-нибудь, там, мне нужно постоять на руке, и как бы, ну, что-то надо сделать. Это вот первая часть вот этого гиперактивного пациента. Да, и зачастую они, ну, они не сидят, они просто постоянно в движении, да, им что-то нужно показывать, делать. У них очень яркий язык тела. Зачастую они там покажут даже то, чего нету. Но, как минимум, очень хороший, яркий язык тела у них будет. Ну, и, собственно, вторая часть гиперактивного пациента. Допустим, назовем этого пациента, ну, снова Иван, дабы никого не обижать, чтобы там никто себя не узнал. Это постоянно радующийся жизни человек, зачастую это такой зожник хороший или зожница, не суть. У него, если, ну, там, что-то и болит, то болит, если что-то не болит, то и не болит. Ну, как бы, вроде такое, он больше к первому психотипу, просто радостный первый психотип. Но есть небольшая проблема, что если их в какой-то момент времени перекрывает, по-другому вот не назовешь это вот состояние, они начинают максимально прислушиваться к своему телу. То есть, они зожники, они не курят, не пьют, они едят там семгу на гриле, на пару там или еще на чем-то там, но у них определенные там эти КБЖУ они подсчитывают, они занимаются спортом, они работают с психотерапевтом, они живут на свежем воздухе, у них там обязательно трое детей, потому что семья должна быть полная, они там, ну, короче, максимально идеальный человек, у него по определению ничего там не болит, потому что он, ну, хорошо себя чувствует, выглядит и так далее. Но если в какой-то момент времени его перемыкают, то они начинают болеть всем, чем, ну, надо очень сильно постараться заболеть, прям очень сильно, начиная от рака языка, заканчивая бешенством, там, потому что какая-нибудь лиса пробежала на их загородном участке, написала в их кроксы, поэтому, скорее всего, это уже не первый раз, и поэтому эти кроксы надо сжечь, сделать обязательно на всякий случай профилактику обещанства, потому что эта лиса прибежала из леса. После этого наверняка у них еще там будут какие-нибудь проявления на коже, при условии, что любой дерматовенерологам скажут, что у них нет никаких проявлений, там, сделают соскоб, но все равно эти пациенты будут жаловаться на то, что у них болит, там, что-то черстится изнутри, что-то их там и так далее, и так далее. В этом случае угадайте, что правильно. Они у вас будут лечиться, тем более, если вы для них эксперт, да, они у вас будут лечиться нон-стопом просто, вот просто нон-стопом от всего, ваша основная задача им помочь один раз с чем-то, просто хотя бы какое-то триггерное слово сказать, порой вы даже это можете сказать, ну, как, из подсознания вытащить его, сказать, и ему это поможет. И они у вас будут лечиться от всего зачастую. В целом их ничего структурно беспокоить не будет. И та же самая история, этого пациента в идеале было бы неплохо вести с психотерапевтом, и зачастую, если вы, ну, хорошо с ними общаетесь, с этими пациентами, вы можете взять телефон на их, там, семейного психотерапевта, у них они обычно есть, пообщаться как, ну, врач-врач или, там, врач-специалист, и зачастую этот психотерапевт скажет о том, что, ну, не то, что я не ввожу его, да, что там есть с чем поработать. То есть зачастую это такие уже пациенты со стажем, пациенты, которые знают уже намного лучше психотерапевта, что им нужно делать, и ходят просто вот к психотерапевту ради ходьбы к психотерапевту. И здесь вы, дабы, ну, соблюсти политез, обязательно должны обратить внимание и, там, спросить о возможности назначения, там, другой сессии с другим специалистом, с другим психотерапевтом, у, собственно, его, да, семейного или личного. Потому что это, как минимум, крайне важно, новая, скажем так, новый воздух, да, для этого пациента, и, собственно, новый взгляд, потому что, ну, не мне он рассказывает, что если пациент ходит на психотерапевтическое лечение больше, там, года, двух и так далее, как минимум, что у пациента, что у психотерапевта возникает уже просто привязка друг к другу, и любой, там, здравомыслящий специалист больше, там, энного количества сеансов, ну, не ведет, да, пациента, потому что это уже большой вопрос квалификации этого специалиста. Но тут дело не в этом, еще раз повторюсь, что вот этот третий психотип очень круто поддается лечению стандартному при работе со структурными заболеваниями, они нацелены на результат, они будут, скорее всего, выполнять все ваши пожелания, особенно с точки зрения домашних заданий. Единственное, вот здесь по поводу домашних заданий важно отметить, что зачастую, если вы, там, допустим, работаете с этим пациентом, у которого возникло, ну, вот, последний пример, пришел, назовем его Егор, пациент, вот, такой вот весь, там, бегающий, там, новые кроссовочки он купил, смотри, какие желтые шнурки, ну, вот, посмотри, посмотри, ты же не видишь, что-то из стола, вот, смотри, он вам может этот кроссовок на стол поставить, там, рассказать, какие, там, я не разбираюсь в кроссовку, но какие-то, там, части кроссовка, это, вот, конкретный пример. Ну, забавно они выглядят, как бы, они постоянно веселые, от них куча позитива, высокие вибрации в кабинете и так далее. И в этом случае у вас пациент, там, с болью в спине, которому вы дали домашнее задание, там, допустим, делать, там, по два подхода, по 25 повторений, три раза в день, то есть, 50 утром, 50 днем, 50 вечером, делайте вот такое-то, такое-то, там, упражнение. Они зачастую вам, там, через неделю, вот, к примеру, да, придут на сеанс и скажут, то, что, слушай, док, вообще упражнение огонь, первые три дня топ, а потом что-то я вот, ну, честно, у меня спина настолько стала болеть, что я, ну, извини, я, как бы, знаю, что их надо делать, но, как бы, ну, вот, ну, болит спина, вот, не могу я их делать. Ну, и на логичный ваш вопрос, а сколько ты эти упражнения делал, он скажет о том, что, ну, я поначалу поделал, там, вот, как ты сказал, там, по 50, понял, что, ну, как, ну, нормально, ну, надо же еще добавить, и поделал, там, 100 утром, 100 вечером, 100 днем, ну, и потом я еще в зальчик пошел и подумал, что, ну, что я, собственно, весом делаю, еще, там, 20-ку взял и еще с 20-ка, там, поделал какие-то упражнения. И в этом плане тут вот, ну, опасно их оставлять надолго одних, потому что они там начинают уходить в гиперлечение. С ними, ну, в этом плане сильно поаккуратнее надо быть, это вот то, что мне важно было сказать. Подытоживая, существует три психотипа пациента, ну, как минимум в моем мире, да. Первый психотип – адекватные пациенты, которые стандартные, 60% ваших пациентов. Дальше пациенты, брось мне сестренка, с ними сильно поаккуратней. Если вы готовы вот жить с ними в этом синдроме жертвы или в синдроме «мне нужно полечиться от чего-то, я еще сам не знаю, но у меня какие-то проблемы», welcome. Я обычно этих пациентов, еще раз, веду либо вместе с психотерапевтом, либо они сначала уходят туда, потом ко мне. Если нет какой-то выраженной действительно структурной патологии или там проблемы скелетно-мышечной системы, то, где я действительно могу помочь, но, еще раз, зачастую они не будут удовлетворены результатом, потому что, на их взгляд, рука, которая вот до этого поднималась так, а сейчас поднимается вот так, все равно это не то, потому что болит плечо. И, собственно, третий психотип пациента, еще раз напомню, такие гиперактивные пациенты, они очень классные, они будут вашими хорошими, добрыми приятелями, возможно, даже друзьями, будете там дружить с семьями, но с ними поаккуратнее, потому что они сильно нацелены на результат или сильно не нацелены на поиск какой-то первичной проблемы. Они зачастую приходят только тогда, когда, ну, прям, вот, ну, провал. В этом плане тоже с ними отчасти поаккуратнее, но с ними прям весело, задорно и легко. Это вот то, что я хотел сказать, ну, а теперь давайте переходить непосредственно к языку тела. Продолжение следует...